В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. К 35-летию со дня катастрофы в молодежном центре чествовали ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Для будущих гитаристов, пианистов и саксофонистов начался набор в детскую музыкальную школу. Самый главный помощник 21 апреля – Международный день секретаря. Далее расскажем обо всем подробно. 35 лет назад весь мир потрясло страшное известие об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. За короткое время название маленького советского города Чернобыль стало для всего мира олицетворением ужасающей техногенной катастрофы. Несколько лет продолжались работы по ликвидации последствий. Саровчан, которые были задействованы на объекте, чествовали накануне в молодежном центре. 26 апреля 1986 года в час 23 ночи на четвертом энергоблоге Чернобыльской АЭС произошел взрыв и пожар, который полностью разрушил реактор. Тогда никто не представлял, какими будут последствия этого страшного события. В ликвидации аварии приняло участие более 600 тысяч человек со всего бывшего Советского Союза. Водители, строители, военные, врачи и люди других профессий. Из них 751 саровчанин. В зале молодежного центра прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня взрыва на атомной АЭС. Сегодня здесь собрались славные наши строители. Каждые пять лет мы заказываем памятные знаки и вручаем участникам ликвидации аварии, которые еще остались. Памятную медаль за ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС вручили 75 строителям. Сегодня в Сарове насчитывается около 300 чернобыльцев. По сути, ценой собственного здоровья и даже порой жизни люди эту задачу выполнили. Советский народ и вы, строители, вложили свой очень большой вклад в ликвидацию этой аварии. Для многих чернобыльцев событие 86-го года навсегда осталось в памяти. Для них это мероприятие – возможность встретиться и понять, что в городе помнят об их подвиге и ценят его. Конечно, приятно. Всех постарели, конечно. Но там, как работали, все. Я это видела, знаю. Три месяца была там в 86-м году. Я юрист. И видела, как люди день и ночь работали. День и ночь. Ликвидаторов, кто по каким-либо причинам не смог получить награду, ждут каждый четверг с 16 до 17.30 в штабе Союза Чернобыльцев по адресу Московская, 11, комната 2. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Благоустройство левого берега реки Сати стало темой обсуждения депутатов городской думы. Петр Смирнов заметил, что набережная напротив парка, построенная в прошлом году, выглядит не до конца благоустроенной. Часть новых объектов и вовсе пришла в негодность. Некоторые скамейки поставлены прямо в землю и присыпаны песком. Нет озеленения. Часть цементных рамок разводилась, то есть примыкание, например, лестницы, точнее, света, да, не важно, да, это было спето для колясок. Бетонное примыкание разводилось полностью. Значит, сама по себе эта железная конструкция уже метрик местах просила. Ну, то есть вот эти железные скаты, как янки. Как рассказал заместитель директора ДГХ Людмила Шлипугина, после передачи объекта в эксплуатацию, специалисты департамента оценили все недоработки, которые выявили, и направили письмо в УКС, чтобы те в рамках гарантийных обязательств потребовали от исполнителя устранить замечания. Что касается общего впечатления от работы, проект на самом деле гораздо больше. Выполненная работа – это лишь первая очередь из того, что хотят реализовать на этой территории. Но когда набережную продолжат благоустраивать, пока неизвестно. Роспотребнадзор обязал граждан, которые прибывают в Россию и за границей, дважды сдавать тест на коронавирус. До 1 мая новое правило будет распространяться только на тех, кто возвращается из Турции и Танзании. После 1 мая – для прибывающих из других стран. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 21 апреля президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В частности, он анонсировал ряд новых мер поддержки семей с детьми. Детям от 8 до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначат выплату в 5650 рублей. Нуждающимся беременным женщинам установят новую выплату в 6350 рублей в месяц. Также он согласился с тем, что больничный по уходу за ребенком до 7 лет должен оплачиваться в размере 100%. Семьи с детьми школьного возраста получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты получат и родители будущих первоклассников. Деньги перечислят в середине августа. Кураторы учебных групп, техникумов и колледжей будут получать по 5 тысяч рублей в месяц, так же, как и классные руководители в школах. Владимир Путин предложил в этом году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь. Поручил до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. Расширить программу диспансеризации профосмотров, запустив их с 1 июля для граждан всех возрастов. Кроме того, будет предусмотрена процедура взыскания алиментов. Их должны будут взымать с помощью банков. В Сарой продолжается кампания по вакцинации населения против COVID-19. Привиться может любой желающий в возрасте от 18 лет и старше, не имеющий медицинских противопоказаний. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводят в два этапа с интервалом в 21 день. По состоянию на 20 апрель 2021 года первым компонентом вакцинированы 9 221 человек. Две прививки получили 6 766 горожан. Вакцинацию от лихорадки Эбола придется пройти россиянам, которые соберутся выехать в страны, где эта болезнь распространена. Минздрав предлагает включить прививку в число обязательных профилактических по эпидемиологическим показаниям. Проект приказа об этом ведомство разместило для общественного обсуждения. Лихорадка Эбола редкая, но очень опасное заболевание. Заразиться можно при прямом контакте с больным и через предметы. Вспышки были зафиксированы в Центральной и Западной Африке, где летальность составляла от 25 до 90%. Министерство науки и высшего образования опубликовало проект приказа об особенностях приема вуза в 2021 году. В них дистанционный способ подачи документов через интернет или обычную почту прописан как приоритетный. Такие меры предлагают установить пока только на кампанию этого года в целях предотвращения угрозы распространения COVID-19. Это не распространяется на порядок и условия приема вуза, которые готовят кадры в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также на ряд других организаций. Документ также обязывает вуза использовать дистанционные технологии при проведении дополнительных вступительных испытаний при рассмотрении апелляций. 23 апреля библиотека Мнепушкина приглашает саровчан на Библиосумерки. Эта традиционная апрельская акция в этом году будет посвящена науке и космосу. В программе работы творческих площадок, премьера спектакля детской школы искусств номер 2, встречи со звездочетом, фримаркет и многое другое. Также на вечере подведут итоги проекта «Книжняя ностальгия». Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер профилактики, посетителям быть в масках. Начало библиосумерок в 17 часов. Вход свободный, без возрастных ограничений. Правительство продолжает расширять функционал единого портала госуслуг. Уже в этом году в своих личных кабинетах граждане смогут получать информацию о принадлежащей им недвижимости. Информация будет загружаться из Единого государственного реестра недвижимости ЕГРН. Среди сведений, которые будут отображаться в личном кабинете, вид объекта недвижимости и его назначения, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровая стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, размер доли в праве собственности. Эти сведения могут потребоваться гражданам при совершении сделок с недвижимостью, а также при управлении многоквартирными домами. Кроме того, пользователь портала госуслуг при желании сможет предоставить такие данные банкам при подаче заявки на кредит. Это упростит процесс оформления займов, поскольку гражданам не потребуется тратить время на запросы получения бумажных документов. Заверенные выписки из ЕГРН по-прежнему будет выдавать Росреестр. 21 апреля в мире отмечают День секретаря. Это профессиональный праздник всех тех, кто трудится над сортировкой бумаг и документов, следит за временем и правильно его организовывает. Хороший секретарь – это лицо любого коллектива. О том, кто помогает главе нашего города, составляет его расписание, устраивает встречи, расскажем в следующем репортаже. Дородская администрация, добрый день. Елена Кузьмина работает в администрации 6 лет. Сначала трудилась в канцелярии, затем начала помогать Татьяне, тогдашнему секретарю главы администрации. Потом Елену назначили секретарем заместителя по общим вопросам. Сегодня она сидит в приемной главы города. Во-первых, это очень много документов, которые приходят сюда. Так как у нас сейчас электронный документ оборот, то приходит очень много документов со всех министерств, обработка этих документов, плюс составление плана главы, то есть координация его работы за весь день, какие-то визиты. Это тоже проходит через меня сейчас, организация визитов. Также Елена выполняет поручения руководителя, когда нужно найти какие-то документы или с кем-то связаться. Также в ее обязанности входит общение с жителями, которые хотят обратиться к главе города с каким-то вопросом. Несмотря на иногда возникающие трудности, работы Елене нравится. Конечно, бывают такие дни, когда ты уходишь отсюда очень уставшая, потому что работы действительно много. То есть это не то, что как очень для многих считают, что тут пришли, посидели, поговорили. Нет, это абсолютно не так. Иногда уходишь отсюда без ног, потому что работы очень много, плюс очень много людей. То есть от людей получаешь разные эмоции. Это не всегда положительные эмоции. То есть от этого тоже устаешь иногда. Но работа нравится, работа приносит удовольствие. Это самое главное. Самое главное в работе секретаря – это пунктуальность, считает Елена. Также представитель этой профессии обязательно должен быть вежливым, исполнительным, не показывать своего плохого настроения. А еще секретарям важно постоянно учиться. В их работе очень быстро появляются какие-то новые нюансы. И в организации каких-то мероприятий бывает что-то новое. Приходится где-то что-то изучать, приходится где-то что-то узнавать. Это как бы нормальное состояние. То есть в совершенство всем приходится. Свой профессиональный праздник Елена встретила на работе, в окружении ставшего за 6 лет родным коллектива. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Детская музыкальная школа объявила набор на новый учебный год. Среди уже привычных откроется и новое направление – тромбоны. Преподавать будут участники военного оркестра Саровской дивизии. Подробности в следующем репортаже. Фортепиано, скрипка, флейта, саксофон, баян, домбра – звуки этих инструментов не смолкают в стенах детской школы искусства имени Балакирева. Вот уже 73 года учебное заведение выпускает юных музыкантов по разным направлениям. Обучение проводят одни из лучших педагогов-исполнителей. Практически все имеют заслуженные категории, заслуженные звания, имеют многие, большой стаж работы. Они еще и сильные исполнители. То есть многие их уже знают в городе, и они, естественно, радеют именно за свои инструменты, хотели бы, чтобы их класс креп и рос. Самыми популярными направлениями в 2020-2021 году стали пианино и гитара. По словам директора школы, педагогам хотелось бы видеть больше желающих в классе виолончели, балалайки и трубы. Эти инструменты в городе слабо представлены. В новом учебном году появится еще одно направление – класс тромбона. Пока мы пробуем это направление, планируется на данный момент два человека. Нам помогает в этом наш Саровский военный оркестр кадрами. Там прошли обучение молодые музыканты и, собственно, нас преподают. Набор на новый учебный год пройдет с 15 апреля по 31 мая. Познакомиться с условиями приема и направлениями детской музыкальной школы имени Балакирева можно на сайте учреждения. Там же можно подать заявку на прослушивание, либо записаться по телефону 981 90 или 981 87. Чему научились ребята за этот учебный год можно на деле увидеть на отчетных концертах. Традиционно в апреле проходит целая плеяда отчетных концертов. Каждый отдел представляет своих собственных деток, самых лучших из лучших. В этом году, так как у нас такие ограничения существуют, мы проводим все концерты онлайн. Афиши и трансляции концертов можно посмотреть на сайте детской музыкальной школы имени Балакирева и в группе ВКонтакте. С наступлением теплой погоды в нашем городе появляется все больше детей на самокатах, беговелах и велосипедах. По всей стране юные участники дорожного движения порой беспечны и невнимательны. За последние годы дети-велосипедисты неоднократно становились участниками ДТП, получая в этих авариях серьезные травмы. ГИБДД в очередной раз напоминает родителям о правилах поведения для детей на дорогах. В 2019 году на дорогу города произошло 7 ДТП с участием велосипедистов. Из них двое были несовершеннолетними. В прошлом году в аварии попали всего трое, причем все взрослые. Не было ни одной аварии с участием детей-велосипедистов. Этот положительный результат, скорее всего, был достигнут как пропагандистской работой сотрудников ГИБДД, так, наверное, и родителей, ну и, конечно же, педагогов образовательных организаций. Мы достаточно много проводим различных профилактических мероприятий. Для детей это и акция, это и постоянные профилактические беседы, как в школах, так и в детских садах. Тем не менее, несмотря на положительную динамику, забывать о простых правилах не стоит. Каждый родитель, покупая велосипед, должен объяснить своему ребенку элементарные правила, которые могут спасти ему жизнь. Ребенок до 14-летнего возраста не может выезжать на проезжую часть дороги. Нельзя пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Необходимо обязательно спешиться и переходить проезжую часть пешком. Ребенок не должен перевозить на багажнике либо на раме пассажира. Нужно купить ему велозащиту, шлем, наколейники, налокотники. Детям нельзя управлять велосипедом одной рукой или отрывать ноги от педалей. Обязательно использование велозвонка и в темное время суток свето-возвращающих элементов. Отпускать юных велосипедистов гулять на улицу одних не стоит. Настоятельно рекомендую всем родителям изучать правила дорожного движения со своими детьми. Изучать, ежедневно напоминать о строгом соблюдении правил дорожного движения. Ну и, конечно же, быть самим примером для своих детей и в присутствии детей никогда не нарушать правила дорожного движения. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Сару-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!